А сейчас ко мне присоединился Муса Тагиров, государственный инспектор по пожарному надзору. Доброе утро, Муса. Скажите, а какова статистика возгорания автомобилей по вине автономных котлов? А вообще существует такая статистика? Такая статистика существует. В 2014 году на территории города Губкинского произошло 5 пожаров по причине неисправности электрического оборудования и котлового оборудования. В 2015 году пока что не было. Надеемся, что не будет. А вообще есть ли статистика по надзорной деятельности за прошедший 2014 год? В 2014 году отделом надзорной деятельности города Губкинский проведено 323 плановые и внеплановые проверки. Из них 64 плановых, значит 259 проверок внеплановых. В рамках всех проверок выявлено 607 нарушений требований правил пожарной безопасности. Составлено 122 административных материала в отношении юридических лиц административных производств. Возбуждено 24 в отношении должностных лиц 86. И в рамках проверок в отношении граждан возбуждено 12 административных производств. В основном за что? Какие нарушения? В основном нарушения носят режимный характер, то есть для их устранения не требуется каких-то больших материальных или временных затрат. То есть наличие захламления на путях эвакуации, значит отсутствие плафонов, тех же самых на электросветительном оборудовании. Различные документы отсутствуют, либо составлены неправильно, но в то же самое время встречаются нарушения капитального характера, значит неисправность и отсутствие противопожарного водоснабжения, значит система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Ну вот вы сейчас перечислили такой нюанс, как допустим захламление путевых эвакуаций. Вот я знаю, что и в жилых домах тоже такое есть, и ведется какая-нибудь работа по жилому сектору? Наиболее часто, к сожалению, такие нарушения как раз таки встречаются в жилых домах, в связи с этим, ну и вообще у нас запланировано ежегодное проведение профилактической операции «Жилье». По итогам проведения операции «Жилье» привлечено к административной ответственности два юридических лица, 13 должностных лиц, организации обслуживающих жилой фонд нашего города и 54 гражданина, правообладателя, значит тех или иных квартир, жилых помещений. Также в 2014 году в ОНД города Губкинский периодически поступали заявления о нарушениях правил пожарной безопасности в местах общего пользования жилых домов. Вот чаще всего они как раз таки касались захламления путей эвакуации. Мы проводим по факту вот этих заявлений проверки, то есть иногда просто инспектор выезжает, значит проводит профилактическую работу, а если инспектор выезжает, видит, что нарушение уже, значит, ну опять же захламление, оно, значит, такой масштабный характер, в этом случае проводится проверка внеплана и в отношении гражданина, правообладателя. Мусор, расскажите, а какие планы на 2015 год? В отделе надзорной деятельности основной упор будет сделан в плане проверок на социально значимые объекты, это школы, детские садики, значит, различные физкультурные центры и так далее. Также на объекты хранения и переработки нефтедобывающих комплексов. В частности, запланирована у нас в этом году проверка объектов Пурнефтегаза и опять же будет сделан основной упор на объекты жилого сектора города Губкинский. То есть в рамках проведения операций жилье, в рамках проведения всех остальных профилактических мероприятий мы будем постоянно мониторить обстановку с пожарной безопасностью в жилых домах, проводить соответствующую работу с управляющими организациями и с гражданами, естественно. Так, ну и думаю всем горожанам, у кого все-таки такие нерадивые соседи, им куда надо обращаться? Уже сразу непосредственно в ваш отдел? При выявлении гражданами нарушения правил пожарной безопасности обращаться непосредственно с заявлением в письменной форме с указанием, кто написал заявление, значит адрес заявителя и номер телефона непосредственно к нам в отдел, то есть это здание пожарной части, третий этаж, будут проведены все необходимые мероприятия по устранению нарушений. Лица виновные будут привлечены к административной ответственности, потому что нарушения правил пожарной безопасности в жилых домах могут привести к плачевным последствиям. И что касается планов на 2015 год, также запланирована проверка гаражно-строительного кооператива «Сфера». Значит, в декабре 2014 года мы направили документы в суд по итогам проверки, судебным решением эксплуатации территории и проездов ГСК «Сфера» была приостановлена, что вызвало возмущение среди многих горожан, к сожалению. Значит, в 2015 году в апреле проверка будет проведена внепланово еще раз, то есть при выявлении неустранения выявленных ранее нарушений, материалы опять же будут направлены в суд, значит, для приостановки эксплуатации территории ГСК «Сфера». Жожа, Муса, спасибо большое за информацию.